Техноград Дети могли посоревноваться в управлении роботами, поиграть в футбол или устроить почти настоящий танковый бой. Но основным событием, конечно, стала выставка научно-технического творчества. На ней представлены модели самолетов, кораблей, роботы из лего и многое другое. Ее участники, несмотря на юный возраст, уже неоднократно занимали призовые места во всероссийских конкурсах. Прошлая модель моя была БОК-5. Я вместе с ней ездил на международный салон МАКС, на котором я заработал три первых места. То есть два сертификата первого места и одно международного салона. То есть от Винтабл конкурс, я тоже с ней первое место. Вот планирую мы все это и так же сделать. На фестивале Артем Терехин представил модель самолета Ил-2, который был самым массовым в годы Великой Отечественной войны. А его сверстник Дмитрий Кузнецов показал посетителям выставки макет воздушного такси. Он отмечен на ограду Ульяновского наноцентра. Я думаю, что если повезет, и я воплачу его в жизнь, то он может заменить машины. Мне очень хочется связать свою жизнь с самим моделированием в будущем. Я хочу стать конструктором. Глядя на изобретение подрастающих технарей, создается стойкое убеждение, что все у них получится. И будущее российской науки находится в надежных руках. Абсолютно уверена, что из присутствующих здесь, во дворце детей, обязательно имена будут вписаны в историю развития нашей страны технического профиля. На выставке технического творчества представлено около 200 экспонатов. В них вложен труд детей и преподавателей. И это делает их поистине уникальными и неповторимыми. Егор Титов, Константин Никитин, Новости дня, Ульяновская правда.